всем привет из лондона меня зовут татьяна ласек я лондонский арт блогер гид и искусствовед я здравствуйте здравствуйте там не видите досталось такая ответственная роль открывать наш марафон рада всех видеть но пока люди собираются я может быть немножечко расскажу о себе своем проекте я живую работу в лондоне вот уже девять лет я закончила магистратуру здесь по арт-бизнесу ну а до этого еще рггу историю искусств москве и я изучаю лондонские музеи вообще изучаю лондон мне посчастливилось жить в городе моей мечты который невероятно богат на истории какие-то на прекрасные какие-то архитектурные здания на музее которые здесь бесплатны на выставке куда привозят искусство со всего мира и вот ровно я этим занимаюсь я все это изучаю я об этом пишу я в этом рассказываю я провожу экскурсии в том числе и групповые большей частью конечно для русскоязычных лондонцев которые здесь живут мы ходим на все выставки мы обсуждаем все выставки мы потом изучаем опять-таки постоянные коллекции лондонских музеев которые невероятно богаты мы гуляем по городу ну в общем вот такой вот у меня очень классный проект небольшой и я с большим удовольствием часто тут последнее время встречаю людей которые вот после подобных марафонов послушав меня разочек на может и не разочек вот потом приезжает лондон и мы уже как бы вот оффлайн встречаемся так что может быть кто-нибудь из вас те кто подсоединяются или подсоединились уже к моему их эфиру приедут лондон welcome я всегда всех жду и и сегодня я вам хочу рассказать про замечательную выставку которая закончилась этим летом выставка была посвящена 500 летию с момента смерти рафаэля санти великого гения высокого возрождения она как вы понимаете то есть рафаэль умер в 1520 году и она должна была открыться в 2020 но как как вы наверное догадываетесь в этом году мало что открылось из того что планировалось и вон до нее сразу перенесли на два года и вот в двадцать втором году уже все в общем все все состоялось и мы туда ходили конечно мы все смотрели и вот сейчас мне кажется самое время прошло полгода после закрытия по ностальгировать немножечко вспомнить про нее и и мне и тем кто может быть со мной ходил на эту выставку ну и рассказать об этом вам кому вот не посчастливилось там побывать сейчас я начну показывать картинки тут вообще все не очень просто в инстаграме как вы знаете с ними я попытаюсь все делать довольно быстро пока вам хочу показать у меня а это Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... С видео, да. К сожалению, в национальной галлее очень шумно, там много народу. И как только закончился ковид, люди все прибывают и прибывают. Меня сейчас слышно? Напишите, пожалуйста. Или... То есть это были проблемы... Заглушал... Да, все. Прекрасно. Окей. Опять нет звука, да? Или звук есть? Так. Ну, хорошо. Если проблемы... Сейчас, да. Все. Прекрасно. Тогда продолжим. Да. Рафаэль Санти. Прекрасный, великолепный, бессмертный работа и так далее, и так далее. Конечно, всевозможными превосходными эпитетами можно характеризовать этого художника. Он умер в Страстную пятницу, 6 апреля 1520 года. И это стало просто всеобщим шоком. За неделю до этого у него поднялась температура, но никто не ожидал, что он умрет так внезапно, в возрасте всего 37 лет. Нам известно, что сам папа Лев X, самый важный покровитель художника, внимательно следил за его болезнью и был абсолютно опустошен, когда узнал о смерти Рафаэля. Кстати, хочу сказать, что тут в COVID очень много было публикаций, от чего же умер Рафаэль. Ну, это была не чума там и какая-то там холера, я не знаю, была известна в то время или нет. Ну, в общем, какие-то известные такие заболевания нет. Это была какая-то острая респираторная инфекция, вероятно, которая привела к воспалению легких и смерти. То есть, вероятно, кстати, даже какой-то вот типа нашего COVID, ведь эти вирусы, они приходят с известной регулярностью. И во все века, и во все времена очень много свидетельств подобных болезней и таких же стремительных, и каких-то невероятных смертей, как вот случилось с Рафаэлем. То есть, к тому времени Рафаэль был уже выдающимся художником в Риме и одним из самых известных в Европе. Он руководил процветающей, многогранной, междисциплинарной мастерской, большей даже, чем студией. То есть, он был настроен преобразовывать саму ткань города, а вместе с ней и то, как горожане воспринимали себя. Он участвовал и даже, можно сказать, руководил раскопками древнеримского, античного Рима, да. То есть, и прикладывал невероятные усилия для сохранения вот этого наследия. И это был лишь последний этап его вот такой стремительной карьеры, отмеченной постоянными достижениями. Личная, творческая эволюция, выводящая Рафаэля на величайшую сцену Европы эпохи Возрождения. Жизнь Рафаэля оборвалась внезапно, но не раньше, чем он успел утвердиться в коллективном сознании как гений и всеобщий любимец. Процитирую вам письмо, написанное на следующий день после его смерти Пандольфа Пика, послом Монтуанского двора в Риме, герцогине Изабелле де Эсте. Это письмо передает то уважение, которое заслужил Рафаэль, и общую печаль в связи с его смертью. Вот что он пишет. Здесь никто не говорит ни о чем, кроме смерти этого великого человека, который в свои 33 года закончил свою первую жизнь, но его вторая жизнь, жизнь его славы, которая не подвластна ни времени, ни смерти, будет вечной, как и его дела. Ученые мужи повсюду не без вдохновения пишут ему хвалу. Пика назвал возраст Рафаэля 33 годом, наверное, вы заметили. Это неверно. Рафаэль умер в 37. Это была ошибка. Но удивительно, что многие думали, что ему было 33. И более того, этот слух, он стал распространяться и распространяться. Вообще, вот такой прекрасный, юношеский, талантливый образ Рафаэля уже при жизни привлекал внимание поклонников. А после его смерти он мгновенно превратился в миф. Тот факт, что Рафаэль умер в тот же день, когда умер Христос на кресте. Страстная пятница почти в том же возрасте вызвала какое-то мессианское эхо после первоначальных сообщений о его кончине. Ходили даже слухи, что фундамент Ватиканского дворца, который находится, как вы понимаете, в самом центре христианского мира, треснул в момент смерти Рафаэля. Четкая параллель с дрожанием земли, когда Иисус скончался на кресте. Кстати, на самом деле из-за строительной ошибки за несколько дней до этого треснула гладко вымощенная лестница, ведущая в папские покои. Но однако аналогия сохранилась. И вот это вот все привело к тому, что, вообще обращаясь к влиянию Рафаэля уже в конце 16 века, художник и теоретик Джованни Паоло Ла Маццо подчеркивал, насколько черты его лица приближаются к тем, которыми большинство художников стали наделять в своих работах Христа. Вот. Ну и наша выставка, которая проходила в Лондоне, то есть это была одна из крупнейших выставок за пределами Италии, которая была призвана осветить практически все аспекты и все сферы жизни и работы Рафаэля, и его творчества. И... Ну, в общем, сейчас мы с вами пойдем по залам, и вы увидите сами, что было на этой выставке. У меня к вам большая просьба. Вот там у вас внизу есть такой вот кругляшочек со знаком вопроса. Если в процессе того, как я буду рассказывать, у вас появятся какие-нибудь вопросы, вы туда заходите и их пишите, чтобы я не отвлекалась. А потом уже в конце, когда я закончу, я вам, я на все ваши вопросы отвечу. Ну, единственное, что я хочу вам немножечко еще показать видео, но, наверное, мне придется помолчать, чтобы вы посмотрели. Первое видео это я снимала во время пресс-показа. Дело в том, что я как такой инфлюенсер, человек, который ведет блог про искусство и рассказывает про искусство, меня приглашают на пресс-показы. И я как, ну, приравнена к журналисту, грубо говоря, да, то есть для прессы. И вот я вам сейчас покажу. То есть дело в том, что, кстати, интересно этот пресс-показ. Вот он был почти год назад, как раз 6 апреля, в день смерти Рафаэля. И куратора национальной галереи специально его приурочили. Вот сейчас мы с вами посмотрим на здание этой галереи с улицы. Журналистов, видите, так вот обычно кормят пояс. Ну и теперь мы будем подниматься с вами по лестнице, которая ведет в этот зал, чтобы так для пущего эффекта, что вы заходите на это. Субтитры делал DimaTorzok Приветствую. Добавил субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok это вот были первые два зала как вы уже поняли которые рассказывают про ранний период рафаэля на жизни рафаэля но расскажу вам немножечко да то есть биографию его файл санти родился в семье художника он был сыном джованни санти придворного художника такого высококультурных герцогов урбина в районе в районе марки на востоке италии и что конечно определяющим фактором в его жизни было то что он очень рано потерял родителей его мама умерла 8 лет и отец в 11 но при этом уж еще при жизни отца то есть он увидел талант мальчика и начал его обучать и в этом смысле рафаэль конечно очень везучий человек мы знаем насколько тяжело его коллеги пробирают заявляли о себе в жизни в профессии как им пришлось начинать самого низа да то есть доказывая на каждом этапе что они и свой талант и свое предназначение рафаэль сразу родился там где надо да и в этом смысле ему очень повезло но однако рано лишившись родителей его воспитывал дядя священник и вероятно уже в подростковом возрасте рафаэль вступил в наследство и стал работать в отцовской мастерской и свои самые ранние работы он выполнял для близлежащих умбрийских городов читайте костелло и перуджи его не по годам такая развитая способность объединять наблюдательность и воображение тщательно спланированные элегантные проекты принесли ему крупные заказы еще в подростковом возрасте и вот работы в первом зале они показывали как рафаэль довольно как он быстро учился и его первые работы правда ради очень на по нему напоминают работы пьера перуджина наверное самого важного умбрия умбрийского художника предыдущего поколения тем не менее талант рафаэля его уверенность в себе чистолюбе без судя по всему и большое обаяние в том числе довольно быстро позволили ему подняться выше уровня местного художника и вот дальше он оказывается во флоренции с 1504 до 1508 он больше ориентировался на флоренцию художественный и финансовый центр такой центральной европы и там же он знакомится с работами других своих художников и коллег сейчас я вам покажу этот зал так минуточку то что тут надо постоянно все переключать это конечно печальная такая вещь вот а и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Важно сказать, что он довольно быстро усвоил способность оживлять своих персонажей, то есть таким ощущением какой-то внутренней жизни, глядя на работы прежде всего Леонардо да Винчи. И вот эта вот работа, она называется мута, молчаливая ламута. Нет, конечно, никаких доказательств того, что она не могла говорить. Тем не менее, ее портрет излучает такое мощное чувство тихой сдержанности. Ее бледно-карие глаза, расположенные на темном фоне того типа, который впервые был выведен именно Леонардо. И ощущение такой внутренней духовной жизни, которые также отличают портреты старшего коллеги, приковывают наш взгляд. И руки ее, посмотрите, как покоятся на переднем краю картины. И там же на этой выставке нам был показан рисунок, который был сделан Леонардо. И вы, наверное, сейчас скажете, кого он вам напоминает. Там есть какие-то какие-нибудь мысли? Это не точная копия Рафаэля, но, однако... Рафаэля. 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 Да, сейчас есть звук? О, все, появился. Извините, пожалуйста. да сейчас слышно надеюсь я не все не все вы не все пропустили да но я повторю просто то работа ту работу и считалось сначала что она копия вот с этой работы это мадонна бенуа из государственного эрмитажа в санкт-петербурге и и потом просто это работа работа рафаэля вот это вот если тогда заново вам ее покажу вот да что это такая такой с одной стороны вызов а с другой стороны уважение леонардо и действительно да и действительно очень напоминает да он адаптировал такую утонченность леонардо вот в детализации бабы волос богородицы тонкой вуали вот такой до превратил цветы в гвоздики и и так далее да то есть он конечно переработал сюжет леонардо и посмотрите какая абсолютно чудесная работа сколько в ней нежности сколько в ней света так пойдемте тогда дальше сейчас я вам покажу вот вот еще зал с мадоннами его а а я поняла в чем проблема дело в том что у меня там где переключаю картинку там же у меня стоит микрофончик да в любом случае да то есть я переключаю картинку там стоит микрофон и сейчас меня слышно и может быть я случайно пальцем его нажимаю в общем неудобная такая конструкция в этом в инстаграме дома мадонны конечно же рафаэля мне кажется что это пик вообще его пик в изображении этого сюжета и в общем то ходят на есть такое очень милое объяснение вот этому всему дело в том что очень рано потеряв мать 8 лет рафаэль очень по ней скучал ее портрет висел в отцовской мастерской какое-то время но потом к чем больше он удалялся от отцовского дома тем больше вот эти любимые материнские черты у сказал ускользали из его памяти и он пытался как-то их захватить сохранить что-то зафиксировать и в общем то через своих мадонн когда он писал их снова и снова то вот этот вот уже идеализированный образ матери вот такой идеальной женщины которая излучает идеальную любовь идеальное принятие идеальное сочувствие вот то как он чувствовал вот этот маленький недолюбленный мальчик то чего он лишился то есть то он фактически дописывал дорисовывал через своих мадонн и может быть именно поэтому эти изображения являются вершиной вообще изображение женщины-матери вместе с младенцем посмотрите какая невероятная нежность и красота действительно вот такие работы они могут лечить не случайно мне кажется достоевский собственно про арфаэлевских мадонн говорил что красота спасет мир и сикстинскую мадонну вроде как ее такое изображение он все время носил с собой вот этот вот образ он позволял его воспаленному уму находить покой и и и такое расслабление да то есть потому что именно здесь рафаэль изобразил все то что мы ищем вокруг в окружающих в окружающих людях да микеланджело тоже ребенка мать потерял вот но что еще я хочу сказать по поводу вот всей этой красоты опять-таки джорджи вазари вот наш с вами первый фактически историк искусства который составлял составлял биографию художников ренессансных собственно это его и термин ренессанс и всю эту градацию тоже джорджи вазари придумал и рафаэль для джорджи вазари был конечно любимейший художник и как он про него говорил что понимаете каждый художник в течение своей карьеры пишет сам себя это насколько то есть свой внутренний мир фактически да то есть и то как он чувствует то как он видит и в связи с тем что рафаэль действительно был невероятно прекрасен не только внешне но и душой то есть рафаэля любили абсолютно все то есть рафаэль был и заказчики и его работники мастерской и женщины и мужчины и так далее да то есть он был настолько приятным и и прекрасным человеком что вот этот вот какой-то свой внутренний свет он и изображал на работах потому что что такое возрождение в принципе да то есть тоже мы обычно начинаем экскурсии по музеям с такого вот довольно простого вопроса собственно что они там возрождали вот эти художники итальянские и ответ на него в общем довольно простой это они возрождали интерес к человеческому бытию потому что до них средние века это было много-много веков засилия молодой агрессивный довольно такой пассионарной христианской религии которая в то время была очень активная она пыталась заполонить собой все 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 пространство человеческой жизни и и таким образом люди должны были думать о вечной жизни то есть человеческое тело было стыдно человеческие радости были было греховны и так далее так далее так далее и вот ровно перелом произошел в италии в середине 12 13 века когда художники задумались и не только художники в общем-то в принципе это такой цивилизационный произошел перелом о том а нельзя ли вообще это все совместить то и и и начался вот такой процесс переосмысления благо что наследие античного рима находилась практически под ногами его достаточно было достать и отмыть и античные цивилизации как мы знаем как никто другой воспели красоту человеческого тела рассказали нам про наши страсти про всевозможные проявления человеческой вот такой природы и в итоге как наследие вот этих нескольких веков ренессансной практике появилось понимание о человеческой личности о том что мы с вами дуалистичные существа что в нас есть и физическая составляющая в нас есть и духовная составляющая и они постоянно находятся в взаимодействии друг с другом и но где же где же та самая точка абсолютной гармонии где эти две наши ипостаси соединяются самым прекрасным образом и вот эта точка гармонии это ровно то что нашли художники прежде всего высокого ренессанса и прежде всего рафаэль вот в этих работах потому что все его герои они прекрасные душой и телом они светлые они чисты они светятся изнутри это тот невероятный образ человек человека и человечества который уже с нами пять веков и ровно поэтому мы снова и снова возвращаемся к этим художникам потому что более прекрасными нас писал никто и нас не писал никто и это если хотите такая какая-то гигиена внутренняя до приходишь в эти зала смотришь на эти работы и сам как-то немножечко патча подтягиваешься к этим образом и пытаешься соответствовать и вот я сейчас еще чуть-чуть попробую показать вам зал надеюсь вы мне сразу пишите если пропадет звук хорошо потому что мы с вами сейчас пойдем уже в последний зал этой выставки у нас катастрофически заканчивается время на все эти технические неполадки ну вот еще вам хочу показать вот это а Продолжение следует... 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 мужчину типа джентльменом да то есть джентльменом условно эпохи возрождения но также она демонстрировала как всем правильно себя вести с элегантностью и изяществом и вот многие многие современники того времени говорили что кастильон и описал эту книгу фактически с арфаэля то есть он описывал своего друга и и он описывал его манеры он описывал то изящество с которым рафаэль одевался то изящество с которым он вел свои дела переговоры и так далее так далее ну и вот этот вот прекрасный портрет двойной портрет посмотрите где рафаэль слева это автопортрет с джулио романа да вот иногда его называют рафаэль его мастер фехтования вот из-за присутствия рукоятки меча вот джулио романа был любимый ученик ученик рафаэля его правая рука вот и действительно очень интересно смотрите как рафаэль изобразил композиционную эту работу он стоит позади своего вероятно главного помощника и как бы рука рука джулио является продолжением как бы руки рафаэля то есть как бы получается что как был прав рафаэль управляет этим молодым человеком ну и при этом джулио оборачивается в сторону своего патрона как бы спрашивая его о совете ну и покажу вам еще вот этот вот вот это этюд головы апостола из последней работы преображения кстати любопытно что вот это вот голова вот этот рисунок головы то есть это самый дорогой рисунок в мире в 2020 году он был продан в сотбис на аукционе за 30 миллионов фунтов и спасибо хозяину этого этой головы а этот рисунок из частной коллекции что он не смог справиться своим тщеславием и передал его позволил это его работе участвовать выставки потому что конечно в истории рафаэля в истории его жизни он занимает важное место потому что это за рисунок относится к его последней работе преображения которую рафаэль воспринимал как вершину своего творчества дальше эта голова превратится сейчас я покажу вам во что вот вот в такую а уже работу да то есть это да то есть это голова одного из апостолов а сама работа преображения она выглядела вот так и ровно эта работа находилась мастерской рафаэля в тот момент когда он внезапно умер от лихорадки напомню это случилось страстной пятница 6 апреля 1520 год конечно это произошло это было потрясением это был было невероятное горе для всех кто так или иначе был связан с рафаэлем и художники и меценаты гуманисты и даже вот как я сказала папа римским и конечно сравнение с христом тоже да то есть в том числе было в связи с этим его жизнь рафаэля быстро превратилась легенду и он был похоронен погребен кстати в пантеоне и он до этого купил там себе место и вот этот сейчас пантеон героев да то есть во многих странах он есть это все как вы понимаете пошло тоже от рафаэля и конечно вы знаете если мы сравним продолжительность его карьеры к примеру с карьерой других тяжеловесов эпохи возрождения кажется что вообще в его жизни все происходило с удвоенной скоростью мы говорим о ранних работах мы говорим о поздних портретов хотя на самом деле ни одна из этих работ не было такой уж поздний микеланджело все еще работал до 80 лет например к сожалению рафаэль не дожил до старости до даже во времена вот плохой санитарии там чумы и так далее 37 лет было очень преждевременно кто знает чтобы он произвести чтобы он еще мог сотворить проживи он дольше вот ну наверное это все что я вам хотела рассказать про нашу выставку про немую да про немую да вы хотели чтобы я повторил ну да то есть по поводу немой здесь просто идет очень очень мощное сравнение с работой леонардо посмотрите вот рабу вот эта работа лямута рафаэля ну то есть неизвестно была ли она не мой действительно да но просто в ней есть какая-то такая мы молчаливая такая какое-то спокойствие и вот я вам покажу работу ну вы знаете какую работу вам сейчас покажу вот эту посмотрите как они композиционно друг друга напоминают в общем-то рафаэль всю свою жизнь учился у много кого да то есть его образование прервалось со смертью родителей и он вступил как я говорил уже в подростковом возрасте в наследство и стал работать в отцовской мастерской но важно что когда он приехал в флоренцию то наследие да ну и вообще работы других художников более старшего поколения они влияли на него и он фактически учился через них вот посмотрите связь леонардо да винчи также он адаптировал динамическую такую выразительность микеланджело сейчас я вам тоже покажу интересное сравнение вот эта работа была на выставке вот это вот и так скажу как она называется да ну так и называется ссорь боговогородица с младенцем адонда бридж вот и потому что она находится в коллекции бридж вот а и вдохновением для этой позы послужила мраборная тонда микеланджело который сейчас находится как раз в лондоне в королевской академии этот он до рафаэль мог видеть в доме с одного из своих покровителей сейчас я вам его покажу как раз изображение и эта выставка вот много таких вещей делала она просто сравнивала вот поза младенца очень напоминает да и также он изучал эмоциональную близость которую запечатленную в работах великого скульптора донателло но что важно как и в случае спиру джина изначально так когда спиру джина рафаэль мог впитывать вот эти все влияния не будучи ими подавленными до никогда не останавливаясь он исследовал живописные практики своих коллег и все равно это все дополняла его и давала новые какое-то новое качество так он был гитара если данные про его любовников слушать извините да ну я как бы не историк который занимается непосредственно рафаэлем очень глубоко я вам рассказываю про то что привезли лондонские куратора на лондонскую выставку там об этом ничего не говорилось более того там говорилось наоборот о том что он очень любил женщин и женщины любили его ну если честно рафаэль любили все и действительно джордж вазари даже говорил что рафаэль умер от избытка любви в том смысле но тут можно понимать эту фразу как вы хотите вот но я так понимаю что просто вот там такую степень все хотели и даст только настолько его как бы раздирали просто на части да то есть его доброжелатели все кто хотел его работы все кто хотел позировать все как все все кто хотел с ним общаться и так далее так далее что просто это разорвало рафаэля изнутри ну это собственно одна из версий не более того вот ну что спасибо вам большое время наш уже подходит концу извините за проблемы со звуком тут вот такие маленькие иконки да то есть и они вечно слетают но ничего я думаю что время идет те техника у нас движется вперед и рано или поздно мы будем с вами общаться вполне комфортно вот всех приглашаю на мою страничку артвок лондон я там пишу и особенно в stories последнее время то есть постов немного к сожалению потому что большая очень загруженность после к вида как ни странно у меня очень много работы и туристы и местные мы все хотят искусства потому что это очень помогает жить правда но в stories у меня там целая жизнь я все время пишу что-то да то есть погода какая в лондоне какие выставки мы посещаем что я сама вижу интересное все обязательно там выкладываю вот ну и всех конечно же жду в лондоне очень надеюсь что это будет возможно для всех вас без исключения в какой-то один прекрасный момент и мы с вами обязательно встретимся вот поздравляю вас с прошедшими праздниками рождество новый год еще раз рождество еще раз новый год в общем мы уже сейчас окончательно в новом году счастья вам и удачи все до встречи пока